привет всем дорогие друзья телеканал скользкое время с вами как всегда я константин симонов мы продолжаем периодически приглашать в нашу студию бойцов клуба александр невский я люблю это дело потому что ребята все интересные вы знаете мне всегда казалось что никита михайлов ну лет десять дерется и как минимум лет пять живет в старом москоле прошу любить и жаловать никита сегодня с нами здесь привет никита человеку 22 года никит слушай ну для меня это удивительно действительно сколько лет ты живешь там москоле 45 где-то так в районе 5 лет до никит давай сразу начнем скажем так м ма с драк когда вообще возникла идея с самого детства вообще это там уже в лет десяти определился что я там буду этим зарабатывать тебе сразу понравилось драться но не сразу где-то в лет 8 ну может был какой-то случай случай не был просто меня привели на дзюдо это мне не сначала были на гимнастику мне четырех лет не было еще и там скучно стало там потом на дзюдо привели тоже еще в школу не ходил молодой был начал выигрывать под дзюдо там область районы всякие да то мне было это не интересно я деду сказал меня дед везде возил отведи меня на какие драки мне скучно здесь бороться это ерунда вообще ну и все он отвел к тренеру ты началась карьера бойцовская ну ты знаешь я вспоминаю себя свое детство понятно конфликты были на улице там бушкались как-то но это всегда было волнительно как-то и иногда больно ты как-то себя как рыба воде что ли почувствовал в этом деле мне как-то не было знаете такого что волнение ну по-любому было но не такое что там вам не знаю может закален как-то с детства но был когда в школе подходили там говоришь ты михайлов ну-ка пойдем на улицу на меня не был честно с тобой разберусь кто-то такой есть не знаю в городе я сразу все знают хорошо опять же смотри когда ты приехал тогда кто-то мне говорил да он из курска но потом не сказали что ты из воронежа ты вообще откуда курску я вообще никак не имея никаким образом отношения да я с воронежской области вообще родом с города лиски раньше назывался георгио дэш отлично там есть какие-то секции утвердишь дзюдо было бокс наверняка есть есть много дзюдо самбо рукопашный бой все есть как бы много но я пришел к одному тренеру и вот у него всему научился хорошо оттуда в принципе начал заниматься и мама выступать где-то первый турнир любители возможно да да все оттуда оттуда хорошо когда вообще возник вариант с переездом староскол 15 лет надо было решать до 9 класса буду учиться до 11 я понимал ну здравым умом то что это единство это на лиге сдавать подготавливаться мне это было не интересно мне на первом плане была карьера ну и мы решили там то что буду в воронеж поступать после 9 в колледж к физкультурный ну все я поступил там начал тренироваться и надо же было дальше продвигаться и там был клуб пластдарм 36 еще в то время туда пришел тренировался месяцев 7 8 потом воронеж вот на миллионник город но там бойцов нет почти что вообще нет уровня там никто не хочет тренироваться там нет площадки даже где бои хорошие проводить цирк или еще что то ну то есть это без панд вообще не серьезно серьезно воронеже большой город а нету никаких там но часто много клубов клубов много но они что там нету бойца уже опять то есть футбольный фанат я как-то был там чудо это приезжали эти футбольные фанаты что только и уехали да я понял хорошо и тогда возник вариант со старым осколом до приехать на просмотр в 16 лет чтобы мне посмотрели как я что я ждал этот момент чтобы приехать показать и мне дали вот неделю тренировок я приехал за за жилье договорились то чтобы бесплатно жил а зайду то есть я сам платил ну все я получается до четверга тренировался пятницу спарринге и так получилось то что ну хорошо по спарринговал там ну прям конкурентная лёха невзоров в воду уронил ну уронил ни одного да вообще пошутил изначально но лёха невзор был в то время в обоими в хорошие вот а я к любителям привык чтобы ну по три минуты двигаешься и один раунд всего и мы стекла нормально начали спарринговать а потом три минуты прошло я упал на задницу горе все лег три минуты мы прошло тебе хочется наделать я функционально был не готов а так в пятницу или в субботу ко мне подошли тренеры и менеджер я уже не помню кто подошел и дали контракт мы в то время еще подписывали контракты с клубом то чтобы я остался и все подписал контракты вот до сих пор здесь слава богу вообще рад и горжусь тем что я в команде хорошо смотреть заходил на шердок 61 у тебя рекорд правильная но шердок 61 ты полаги 81 то есть в америке смотрят на ты полаги больше хорошо первый бой давай вспомним немножечко пётр бирко правильно называю когда на стальной битве а здесь тормоз колью суши ну это я кстати был на том турнире наверняка первый бой всегда волнительно вот вспомни тем более турнир такой был я помню трибуны были забиты было душно и светом не прекрасно помню этот турнир мне еще не было 18 там 17 было и никто не хотел не выставлять потому что боялись на 18 лет нет 18 лет нету и как бы тренеры переживали все такая ответственность лежит я говорю на поставки уверен в себе вот решался вопрос да нет да нет и в итоге поставили не знаю не было знаете как вот это волнение ответственность была ответственность было то что все будут смотреть все знают то что это молодой я сказал то что уверен и вышел как-то ну и по-быстрому все закончилось хорошо первое поражение тоже наверняка обидно было мы сегодня пересматривали когда готовились программе попался на треугольник борьба это не твой конек в коне но тогда в чем проблема проблема в том что я люблю бои вот знаете чтобы много народу было чтобы турниры были ну я к примеру говорю там fight nights чтобы большие турниры были а мы приехали туда и не зрители не я изначально не хотел биться да там не оправдание я говорю как есть не хотел биться и не было желания вообще хорошо но получается тебя скажем заряжает атмосфера заряжает аудитория конечно вообще я кайфую когда много народу и мотивирован да о чем больше народу тем лучше мне нравится ну хотя у тебя нет какого-то образования там актерского мастерства то есть театром не занимался на сцене в детстве не выступал на утренние звезды давай дальше немножко по карьере по твоим пройдемся 61 ну по по шердогу да вот последний бой с мухаммадом эминовым ну такой достаточно жесткий вот еще раз вспомни его наверное пока это такой пиковый момент твоей карьере да серьезный бой был и парень тоже не из библиотеки вышел серьезный очень сильный в то время он шел без поражений 9 или 10-0 было мне предложили это был предтитульный бой сказали мне как хотели как мясо пустить там все ставки были на него все говорили блин куда-то там рыбаешься туда-сюда я говорю да ну что там я бы я с михалычем еще в то время с невеста посмотрели бой чё к чему михалыч но здесь ничего особенного нет совсем это там посмотрели я для себя сразу бы он до особенного там ничего нет не бьет там да но борется вопросов нет но кто жуди нагонял тогда аудитория опять же да конечно да не моя команда всегда не знаю то что может инстаграм какие-то кавказки поклонники писали что они куда ты лезешь давай соскакивай да вот так да я думаю ну пусть пишет посмотрим я знал что надо первый раунд перетерпеть и в стойке он не бьет все все видели как бы до 1 ран я громко проиграл но потом второй третий просто я знал что он функционально не вывезет а если бы еще 2 1 чемпионский он точно хорошо смотри насколько я понимаю организация сейчас сменила собственника но может быть как-то формат поменяется я имею до fight night в целом вот если так вот по общему брать как тебе вот промоушен не знаю вот а им сейчас fight night стал да вот это близкие с кем я бился мухаммада яминова вообще изначально была хорошей организации час она хорошая думаю сейчас и денег больше стало у них то есть я думаю они еще взорвутся не только в россии но и мире мне до сих пор нравится эта организация мне не нравится там и си а там почему там не назвали там мало шоу там мне нравится вот fight night что там так вот все и и просто и круто вот айся чисто боич и никакой там зато там есть турнирная таблица там не может вот и вот в одном из интервью жаловался о том что вот взял fight на из каких-то людей из других организаций с других весовых категорий предлагает ему разыграть пояс а мы вот как бы шли там это уже было тогда когда fight night уже потухал и в то время им надо было как-то ну это мое мнение держаться на плаву и они вот хайповали кто в то время хайповал ты кстати как никита относишься к хайпу и к треш току ну нормально отношусь но только в пределах разумного опять же там ни на личности никак не переходить можно раскачать как-нибудь да но делах разумного то есть для тебя это возможно поприкалываться да можно почему да хорошо смотри вот и как раз вспомнил вали михалыча воронова по моим ощущениям у тебя ну очень близкие отношения были с этим человеком вот ты с нами поделись своими эмоциями ну и я видел когда ты прощался но прям микро цир прям уколола в сердце ну тяжело конечно было очень потому что да помню тот момент когда я всегда прихожу на кухне там 8 утра завтракаю не смс баху падать умер владимир михалыч у меня осенило сначала что туда-сюда думал ерунда какая-то а потом правда с ним не знаю изначально какие-то были такие теплые отношения друг другу как-то доверились и начали уверенно шагать каждый бой вот он со мной ездил поддерживал я знал что за спиной сильный человек идет вот так вот не знаю вот мы как до боя до чемпионского боя когда готовился я также мы там но интересуемся у тренеров там кто поедет что к чему я подошел к михалычу верну у него уже последнее время там ну то давление было но нельзя ему было есть вот я ему говорю вадим хочу вас со мной поедете он говорит никита ну и горит с тобой начали этот путь но мы и закончим вот и меня эти слова как бы за ним мотивировали должны закончить а потом за 10 дней на боя порвал минист и мы не поехали никита вот такой вопрос немножечко провокационный хорошо тебе не кажется что наш клуб александр девский он такой прям ну совсем правильно все хорошие это наша изюминка да конечно потому что ну тебе не бывает скучно то есть знаешь других клубах какие-то скандалы интриги кто куда-то едет с кем-то ругается мне кажется у нас вот настолько все вот как-то по семейному у нас самая четко самая дружная команда это веселая зачем нам ругаться у нас наоборот мы веселимся шутим особенно это любят старшие ребята шутить над младшими ну кто самый такой юморной юморной это когда два брата встречаются немкова это ужас вообще с ними нельзя находиться это надо уходить сразу один кто-нибудь из них то нормально а когда вдвоем это ужас вообще кирюха сидеников может по сути пошутить но он шутит и тогда эта шутка на неделю короче остается и он затравливает конкретно да хорошо а толик токов вот он не скажем толик не не может пошутить но не так как эти три тоже ты знаешь каждый раз вот когда столько встречайся у настолько добрый человек я вообще не понимаю как он может бить людей нужный момент может вот ты сейчас проговорил про наш клуб а все-таки бывает такое когда там на каких-то соревнованиях и или на сборах люди подходят и говорят там вау никита классно ты в команде в такой то есть есть действительно вот когда люди ну в хорошем смысле завидуют того что тут и там ты с нами конечно кто понимает в каком я клубе нахожусь да там федора клуб и всех сразу ажиотаж там туда-сюда интересуются как что конечно все много начинают не в себе какие-то непонятные вопросы задавать там глупые думаю может быть это и нормально хорошо смотри выезжал в таиланд расскажи пожалуйста нам об этих сборах у меня как будто не традиция но каждый год езжу в таиланд уже на протяжении может и лет четырех зимой вот в это время таиланд на сбора вот в этом году не получилось сейчас пандемия можно было улететь но это опять же ты надо 1300 500 чтобы улететь карантин от всей двух недель и потом начать тренироваться опять же там бойцов сейчас нет там все местные смысла нет тогда ездил каждый год крайние два года вообще прям продуктивно было потому что я приезжаю в тот момент когда все топы там собираются и начинается возня уже там много опыта там получаю конечно и борьбы там сверх вообще нормы людей и по спаррингам и кикбоксинг то есть хватает вообще вполне а почему меня таиланд ну потому что там народа много собирается и те лучшие то есть из-за этого в разные организации там белатарью все и файт найт все не но смотри есть допустим америка есть там голландии к примеру есть наверное еще какие-то азиатские страны где можно поехать и тоже потренироваться почему именно вот таиланд и но я вижу что большинство во всяком случае российских бойцов и едет именно туда что там медом мазано что там какие-то условия 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 хорошие солнце светит немало важно вот когда здесь зима а там вот тепло хорошо фрукты питание хорошее все вот прям располагает тому чтобы ехать хорошо а вот тайские бойцы приходят посмотреть или потренироваться может быть был опыт какой-то не тайские бойцы есть и кто-то есть химбоксом занимается опять же да они там стойки бьются в клинче максимум в борьбе не не шарит с ним интересно стоит а там стойки с ними постоишь вопросов нет зарубишься это больно да нет больше жути нагоняют да там они там бьют хотя и такие же люди есть там опять же но я смотрел но это вес больше то есть я с ними не стоял это весная на 85-90 но я с ними не стоял но я опять же если я весил тоже под 90 известным как было хорошо ну смотри у тебя опять же в инстаграме есть фотографии с петром я нам вместе тренировались мне кажется он приглашал тебя вот расскажи вообще как история этого этой подготовки произошла он должен был готовиться к стерлингу защите пояса и он всегда готовился в таиланде были в то время вообще границы закрыты и он начал кемп собирать пацанов туда-сюда и мне написал есть возможность нет приехать конечно есть возможность где-то я у него что-то подсматриваю там боях где-то что-то увижу посмотрю где-то что-то он объяснит то есть хорошо с ним общаемся и думаю это возможность нельзя выпускать надо ехать то и тренироваться конечно ты еще и прилетел и начали тренироваться мы почти четыре недели тренировались скажу петр я сейчас одна из главных звезд российского мама хабиб скажем так сейчас в каком-то непонятном отпуске окончательно завершил карьеру как в целом общее впечатление нам интересно и естественно и людское отношение но и как спортсмену понятное дело начнем с людского то что это простой парень вообще без какие-то вот это вот и он вот это помнишь этого нету обычные звезды никакой нету обычный человек общается нормально то есть хороший парень вообще насчет то что как бояться он очень сильный ударка у него на высоком уровне вообще руки и ноги у него летят вообще хорошо хотя он базовый боксер вообще и борется он хорошем уровне защиту у него хорошо встает спартера хорошо то есть у него сейчас он в топе и вот его возраст чтобы доказывать что он лучше сейчас ты насколько мы знаем подписал вроде бы контракт с белатар да да есть контракт вот но это тоже событие на самом деле хочется подраться наверняка в этой организации в америке какие там перспективы на твой взгляд вот нам ростер распиши пожалуйста свои весовой категории я там пробежался глазами вообще пойти съездная есть там мелкий вашей карлик да это японец не знаю час он ушел и что черненький там африканец или кто-то тоже начать чемпион магомед магомедов часто влетел ну давай как раз поговорим вот один из тех кто ну скажем действительно я смотрел этот бой меня он лично впечатлил и если честно у меня нет он делал то что и делает не прогрессирует он остался на том же уровне я смотрел два боя с петей ничего особенно лично не знаю я вот кого дадут бои со всеми будут драться не ну разницы нету конечно хочется побольше имя чтобы на медивности больше в этом чтобы игрокам там там допустим пэдис и того же он и в себе бился кого будут давать всем будет биться не то 61 килограмм там если вот даст бог визу дадут и все будет нормально идти то можно в ускоренном темпе до поиска 3 дайте дайте собрать его москов но вадим немков приоткрыл да это окно возможностей доказал что принципе да пожалуйста почему нет тогда тем более он еще такой достаточно молодой спортсмен да изначально знал то что он заберет пояс ну просто то это не давал то пандемия то еще что-то я смотрел его ростеры и смотрел как вадик тренируется и как он вообще в какой форме на данный момент шансов тяжах и в полу тяжах там ни у кого нету вадик ну разобьет там еще и в молдавский и как-то у него погонял такой еще есть этот вадик еще смеялся над этим погонял волкодав волкодав еще как-то у него есть там кто был в тяжах вадик 93 вот толику тоже должны 84 дать у него сейчас этот лима лима хороший бой будет на то ли сейчас тоже хорошенький на самом деле вот вадику подписали сейчас много людей кори андерсон ну кори андерсон ромера вот с ромером не интересно было бы на самом деле посмотрите и я думаю ему бы было интереснее чем больше имя тема сейчас медийности больше вот он чемпион и сейчас бы дали ромера да там юси это но я думаю многие знают хороший парень вот но он уже конечно да ему лет сколько 50 такой вопрос ну понятно у тебя карьера все-таки на мой взгляд еще начинается по большому счету кто-то дерется за деньги кто-то ради наследия но наш такой стандартный вопрос понятно деньги всем нужны но кто-то ставит эту целью а кто-то считает что это возможность ну я не знаю тут идет цепочка деньги там имя и так далее не знаю для меня это работа я кайфую этим я мне нравится тренироваться биться она когда доходит дело до сгонки веса уже ничего не охота хочется раздавал ехать и ничего не делать а когда нормальном режиме межсезонье бомба честно грязь кто понимает в спорте не знаю деньги конечно имеют роль но мне это нравится дело вообще одну про сгонку веса может вдруг славка расскажешь вот просто объяснишь зрителям как это происходит ну так в общих чертах ты вообще ничего не ешь не я кушаю питаюсь я и до сих пор я уже полтора года на правильном питании то есть я не кушаю сладкого от сахара отказался уже давно от булок от сока лимонадов там от всей ерунды ты отказался сгонка я когда к чемпионскому бою готовился fight nights я начинал диету за полтора месяца потому что у меня было 76 килограмм я булка был конкретно вот мне надо было 61 200 скинуть и после того момента как я мениск порвал я понимал то что порвала из-за того что все вымылось полтора месяца на дети на серьезности делал и в то время после травмы я понял что надо что-то менять потому что столько много гонять или 66 переходить на 5 66 я маленький очень и физически не вывезу может быть но хотя я не знаю ребята говорят что я на 66 тоже попрел но я пересмотрел взгляды и отказался от всей вообще этой ерунды и и до сих пор правильно питаюсь вот у меня вес сейчас там все не взлетелся 66 900 то есть был как бы с таким расчетом можно и 57 опуститься но нет интересно хорошо но ты знаешь вот зрителю наверное сложно будет понять я иногда тоже этого не догоняю потому что у меня за сотню или близко к сотню хотя это не моя наверно тоже весовая эти два килограмма или три они неужели не такую роль играют они ужасные 100 граммами играют роль это когда ты уже начинаешь там крайне килограмма грамма идут это нет я имею ввиду вот смотри ты выступаешь сейчас в какой высокой категория 61 200 ну а есть 66 65 865 800 ну тут три-четыре килограмма и это уже абсолютно другое конечно люди 66 гоняют с 80 с 85 люди то есть дяди такие огромные а как за сутки вот такой набирается это возможно конечно ну я максимально набирал 9 за сутки за сутки ого с ума сойти хорошо нам еще интересно все-таки никита михайлов уже до бои есть какие-то имена вот считаешь как-то комментарии вот под боями там или когда тебе что-то пишут не вообще комментарии не читаю не пишу не знаю почему не интересно да ленту пролистываю в инстаграме там вконтакте могу но комментарии нет не смотрю не знаю нет не интересно но никогда не около не было такого когда там пишут а михайлов пленный там никакой как ты к диванным экспертам относишься нормально чего они они же 9 диванные эксперты это жена у меня смотрит всякие комментарии там очень настрочить еще там ответить там за меня я говорю на фиг ты это делай у нее фамилия же моя там живет по-любому михайлова да как зовут ольга ольга михайлов то есть тебя это вообще никак не задевает наоборот это классно что пусть разговаривают разговоры идут это уже плюс хорошо ты хотел бы быть знаменитым скажи да то есть конор макгрегор это твой вариант ну не совсем это как бы вопросов нет в боях он феномен бьет тактика но не тактика тайминг вот этот чуйка у него хорошие но язык вообще губит его но он этим деньги зарабатывает как конечно как боец он хороший но как человек на камеру черт вообще реально я говорю говоря то что когда камеры нет когда вы с ним нормально так общаешься он до крови да может вообще ну а есть кто-то из спортсменов но помимо федора милянька там наверное тут без вопросов кто вот сегодня тоже как-то вот кому хочется тянуться на кого хочется равняться не обязательно из тех кто сегодня выступает может быть это мухаммед алия не знаю нет нет такого что там на кого-то равняться знаете я смотрю там бои я кроме боев вообще не смотрю ничего видео передачи все про бои вообще просто у меня вот дома только матч боец и матч то в этом да сейчас все остальные канал отключены но они есть там что-то мне это не интересно вообще и вот и сейчас чую жена подсадила на этот биатлон вообще там валяем как сумасшедшие за биатлон на наши вообще блин цветочные ничего не много вот и не знаю вот мне там надо мной смеются все там когда приезжают там а ты тот фильм смотрел тот фильм смотрел я уже нет нет как-то вообще фильмы не смотрю бои бои и все белата и пацаны смеются там у кого-то у них задают вопрос там а ты видел этот бой ски как он вообще подрался пацаны лучше у никиты спросить все знаю смотрел да слушай но вот по-любому тебе хоть раз но задавали этот вопрос а вот бывает когда у тебя допустим голова болит от боев ну крайне шум такой крайний бой болела голова не два сечка была большая пульсировала потом загноилась то мы опять распарывали то оттуда гной достойно это ужас был вообще это дом был конечно ну ничего и вот к тому вопросу назад чуть вернемся то что есть какие-то люди которые я роняюсь но нет таких людей которые равнялись я смотрю бои и у кого-то там что-то в борьбе подсмотрю себе что-то там ударки подсмотрю себе опять начинаем там начинаю отрабатывать анализировать голове то есть ну вот такое иногда бывает там все посмотрел спать ложусь думаю вы на как бы вот если левой сбоку залетит а если не знаете что надо делать то ну то есть вот такое но не было такого чтобы ты ночью просыпался допустим а ты там допустим там право боковой ударил случайно я был жена рядом нет такого не было джинка не было был момент на сборах и не было с дедом взяла но душа ночью во сне да я короче пришел к нему не знаю чё как получилось короче пришел ему в постель для все взял на удушку конкретную душу и он уже все орет кричит сдается я потом проснулся елки-палки чуть не задушил блин старика а что приснилось то не знаю местные не снятся не знаю вообще-то не снятся хорошо но вот классно что вам про это заговорили вот если подходя к концу хочется такой вопрос задать никита ты себя кем-то еще представляешь кроме вот бойца и мама карьера да где-то там впереди но она же все равно закончится на самом деле надо задуматься я понимаю что это не всю жизнь будет нет еще не задумался сейчас войти в белотор разбить там людей забрать пояса там будет видно чё к чему вообще молодой пока чё надо выигрывать вас за вода все на стартовать хотя и говорят то что я ранний не знаю может это уже этот серединка какая-то но я так не думаю чувствую вообще слава богу хорошо не на если какая-то профессия которую бедным близко вот что хотелось бы попробовать я в детстве допустим мечтал быть машинистом да не вообще не интересно ничего это то есть вот бои спорт ну конечно потому что я вот смотрю на людей знакомые есть которые там работают машинистами не машинистами машинисты просто они лист кто там с 8 до 5 работ с 8 до 8 день ночь двое дома я смотрю да у меня тоже нелегкая работа по голове каждый день получать но во всяком случае лучше чем там на заводе или где-то еще там пахать и когда те еще каждый день там читают да ты плохо там это сделали там кто сделал на это ужас вообще хорошо никита спасибо большое что ты пришел было очень интересно честно сказать даже в каких-то моментах удивительно вот да и друзья никита михайлов я предлагаю вам болеть за этого спортсмена во всяком случае следить как минимум всем староскольцам а лучше тем кто живет на территории черноземья вообще всем любителям смешанный набор потому что никита регулярно закатывает шоу удачи никита спасибо